Сегодня у нас поистине пушечный выпуск. Спросите себя, какие у вас есть страхи? Чего мы боимся больше всего? Или что для вас неприятно увидеть? Все мы знаем, что бойцы UFC закаленные жизнью. У многих было трудное детство, и все добивали славы и денег тяжелым трудом. И казалось бы, их невозможно испугать. Оказывается, есть чем. И сегодня мы подобрали для вас все страхи и неловкие моменты топовых бойцов UFC. Будет интересно. Поэтому сходу попрошу нажать безобидный лайк на развитие канала. Только от вашего актива будет зависеть наше будущее. Это будет лучшим подарком для нас. Ах да, если не хочешь пропускать наши видосы и подписаться не забудь. А теперь давайте проверим ваши знания в UFC. Многие ли смогут ответить на наш вопрос в комментариях под роликом? А теперь погнали! И первый у нас на очереди Джорс Эн-Пьер. Казалось бы, чего этот парень может бояться, однако все-таки боится. GSP боится проигрывать, а также быть похищенным НЛО. Забавно, правда? Я в ужасе от того, что могу проиграть в клетке. Неважно, кто мой соперник, топ-5 или новичок, перед каждым боем внутри я напуган. Но как бы я не боялся, когда выхожу в октагон, я дерусь так, как последний бой в моей жизни. Также меня пугает все, что связано с НЛО. Уфологию нельзя отрицать. Эта наука еще не изучена, но быть похищенным инопланетянами я тоже боюсь. Популярный боец, бывший чемпион, ведущий многих ток-шоу про ММА, Майкл Биспинг, также поделился своим страхом. Я боюсь пойти на обычную работу, с обычным графиком. Я всю жизнь сцеплялся в спорт, в надежде, что это меня прокормит. Я не буду следовать шаблонным правилам мира. Работа, дом, работа, дом. Это не для меня. Поэтому мой страх сделал из меня успешного человека. Переходим к самому жесткому панчеру тяжей, Франсису Нгану. При одном только его виде можно обделаться, чего же боится этот зверь. Дело в том, что у него было беднейшее прошлое. Его семья еле сводила концы с концами. Больше всего в жизни я боюсь вернуться в то время. Я не мог купить себе еду, воду. Я никогда этого не забуду. Все мы знаем молодого и перспективного бойца Кевина Ли. Пару лет назад ему пророчили чемпионство, и он действительно имеет все данные для этого титула. Огромный охват рук, отличная борьба, молодой и голодный до новых побед. Но в последние годы он превратился в парня для усмешек. Он постоянно кидает вызовы всем подряд, в плохом свете заявляет о нынешних чемпионах и отличается исключительно длинным языком. Так чего же боится болтун Кевин? Ох, чего я боюсь, так это высоты. Я до смерти боюсь летать в самолетах. Я просто пью таблетки и засыпаю. Но все же он взглянул страху в глаза. Когда пролетел вниз тросом, это было забавно. Бывшая чемпионка UFC, полячка Йоанна Еджейчик, боялась больше всего потерять свою выигрышную серию побед. Йоанна была непобедима. Ее техника, мощь и выносливость заставляли дрожать любую соперницу. Но в 17-м году все изменилось. Два поражения от Роуз. Стерли ее уверенность и веру в себя. Я боялась потерять тонус побед. Я его потеряла. Наверное, это то, чего боялась больше всего. У меня нет оправданий всех моих последующих поражений. И бонус этого выпуска. Вы, наверное, все видели это видео. Но для тех, кто еще не посмотрел, рекомендуем. В этом отрывке Хабиб явно боится прохода в ноги от кошки. Наверное, это его самый большой страх. Конечно, шутим, но видео получилось действительно забавным. Мол, ты ее не видишь, дай, став. Только ее не выпускай, смотри. Посмотри, пошли. Наши не налаживают. Посмотри, как она смотрит. Она же от тебя будет смотреть. Она ничего не сделает, если она. Отвечай, я сейчас к ней подойду. Давай, ты подойди. Давай, дай мне перчатки. Давай, давай, давай.